Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 64-й главе книги пророка Исаии. Должен признаться, что это мое самое любимое место во всем Ветхом Завете. Начало 64-й главы. Мне кажется, оно настолько поразительное и важное, что трудно не увлечься превосходными степенями. Понимаете, вот в конце 63-й главы пророк от лица Израиля обращается к Богу и говорит, «Ты наш отец, ты наш отец, ты наш искупитель, это имя твое, но ты допустил нам ожесточиться, и мы сделались такими, над которыми ты как бы никогда не владычествовал». Вот, Бог там на небе, Бог абсолютно иной, Бог неприступен, докричаться невозможно, подняться на небо невозможно, земля только подножие ног его, и имя Божье могло бы быть славным присутствием Бога в народе, который идет по пути правды, но Бог допустил, чтобы этот народ ожесточился. И все, и все, бездно, как в притче о богаче и Лазаре, Бог там, мы здесь, и утверждена великая пропасть, к которой перейти невозможно. Вот эта картина. И что, собственно, в этой ситуации надо делать? Надо говорить Богу. Когда вот ты здесь в аду, а он там и бездна, непреодолимая бездна, которую не перейти. Что делает, что говорит Исаия от лица народа своего? Он говорит, «О, если бы ты расторг небеса и сошел, вот он не соглашается на эту непреодолимую пропасть. Он не соглашается на то, чтобы быть отторгнутым от Бога. Присутствие Бога, схождение Бога, огонь попаляющий, горы растаяли бы от лица твоего, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня. Но все равно я не согласен, чтобы ты был там, а мы здесь. Если бы ты расторг небеса и сошел». Вот он об этом просит, об этом мечтает, несмотря на то, что как от плавящего огня растают горы, и лице Господне действительно пламень, в котором сгорает все в неправде находящееся, из неправды состоящее. И это пламя, когда, ну, очень многое в жизни загорится, исчезнет. И все равно пророк говорит, «Если бы только ты к нам пришел, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, чтобы имя твое сделалось известным врагам твоим, чтобы милость и правда Божьи стали здесь, на земле, действующей силой, чтобы содрогнулись народы». Вот что бы ни было, как бы ни было страшно и опасно присутствие Бога в человеческом мире, каким бы нелицеприятным и честным судом не был бы приход Света Божьего в этот мир, а суд состоит в том, что Свет пришел в мир, как бы ни было страшно, но лучше, чтобы ты пришел, чем если, чем чтобы ты оставался где-то там далеко. Вот не могу без тебя, без тебя невозможно. Понимаете, пророк говорит о том, что и для для нас, для всех это страшно, но ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и приход, вмешательство Бога в историю действительно ведет к неожиданным поворотам человеческих судеб, но мы хотим, чтобы ты все-таки расторг небеса и сошел. Конечно, это вопль, такая молитва о приходе Мессии, в котором, собственно, и будет ответ, ответ на эти слова Исаии. Понимаете, вот на самом деле правильное отношение к Богу выражается вот этими словами. О, если бы ты расторг небеса и сошел. И дальше пророк славит Бога и говорит, от века не слыхали, не внимали ухом, никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Он исповедует, что Бог действительно несет жизнь, несет благо, несет избавление, искупление тем, кто надеется на него, надеется на Бога. Тоже обратите внимание, что в какие-то моменты пророк говорит о правде Божьей, о народе, который является носителем, исполнителем этой правды, о законе правды, всем том, что называется в иудейской богословской культуре той эпохи премудростью или словом, логосом Божьим. Да, это все, конечно, так, но главное, что по сути на последней глубине определяет человека надежда на Бога. Надежда на Бога, потому что мы все ограничены, какими бы мы ни были, праведные и неправедные, мы все ограничены и источником жизни для нас является надежда на Бога. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих, поминающего тебя на путях твоих. Дело не только в том, что надо выучить правила движения и их исполнять, нет, правила пути Господнего, пути закона, пути любви, пути заповедей Божьих, как угодно это можно назвать, эти правила не предусматривают самостоятельного исполнения их нами. Мы без Бога не справляемся. Не справляемся. И вот поминающий тебя на путях твоих, тот, кто вспоминает о тебе, кто нуждается в тебе, кто призывает тебя на путях твоих, кто просит помощи в том, чтобы этими путями пройти. Вот ты прогневался, потому что мы издавна грешили, и как же мы будем спасены? Такой вопрос пророк задает. Мы издавна грешили, ну чего, действительно, там история нескольких предыдущих столетий перед моментом, когда пророк Исаия говорит эти слова, вот это история предательства, история ядлопоклонства, вот мы издавна грешили, как мы будем спасены, мы сделались все как нечистый, повлекли как лист, нет призывающего имя твое, который положил бы крепко держаться за тебя, вот собственно, как он описывает состояние греховности, ну в данном случае речь идет о народе, в котором нет призывающего имя твое, которое положил бы крепко держаться за тебя, но то же самое можно сказать ведь и о конкретной судьбе отдельного человека, вот призвание имени Господнего, попытка крепко держаться за Бога, это то, что могло бы спасти, но этого нет, поэтому, говорит пророк, ты сокрыл от нас лицо твое и оставил нас погибать от беззаконий наших, ну хорошо, констатировали, дальше что, и снова он возвращается к тому, о чем говорится в начале этой главы, но ныне Господи, ты отец наш, ты отец наш, мы без тебя не можем, мы без тебя ничего невозможно, мы надеемся на тебя, на то, что от тебя исходит источник нашей жизни, и еще потрясающие совершенно слова, мы глина, а ты образователь наш, все мы дело руки твоей, таким образом, пророк предлагает нам, людям, не только Израилу, наверное, всем нам, увидеть тебя, как вот такое творение Божье, как из глины вылепленное, конечно, это метафора, конечно, это образ, и когда в ограниченности своего мышления средневековые христиане пытаются из этого сделать прям буквальную картинку про Бога, который лепит нас из глины, ну, это может вызвать только снисходительную улыбку. Исаия, конечно, говорит в гораздо более глубоком метафорическом смысле. мы тобою сделаны, тобою сделаны, то, что мы сами по себе бесформенный, бессмысленный материал, это ты образователь наш, мы делаем руки твоей. Вывод из этого, а вот какой очень простой девятый стих, не гневайся, Господи, без меры, не вечно помни беззаконие, возри же, мы все народ твой, вот какие бы мы ни были, но мы принадлежим тебе и просим, чтобы ты расторг небеса и сошел. Будешь ли после этого еще удерживаться, Господи, будешь ли молчать и карать нас без меры, задает пророк вопрос в конце 64-й главы. Продолжение следует...